дружище я матерюсь так что 18 плюс всем привет сами дарил виндер сегодня продолжим игру в спил force 3 прошлый раз изучали часть все света на кучу бандитов и стрели всякой живности плюс даже парочку заданий взяли снижены требования характеристикам 15 защита щит а у меня сколько у меня 20 процентов защита счетом щитом вот так даже а есть вот так ну ловкость нужно есть что прям конкретно а в ней нету могущества че делать ну вот давай отлично и ловкость 6 прекрасно а у меня есть лук а нет это одинаковые луки композит композиторный композиционный быстрый луком по пролитая кровь как сравнить с моим пламенный лук пролитая кровь используется пролитая кровь урон автоатаками увеличен на 50 процентов против орков а это лучше урон больше дальность шанс крита ниже конечно может замедленье нанести урона больше уже хорошо все чем честь ничё такого 12 тысяч ебануц ну и цены а зачем я прокачивался тогда ну-ка 23 процента щит вот это надо брать вероятность блока 23 процент все хотя бы кого-то одену так тихо а того 25 процентов шанс блока можно что-то продать ненужное например вот эти вот это шлем опять концентрация дает нифига себе в каком порядке они расставлены убывания убывания продать продать мясо гоблина по 6 манит за штуку так вот дрищинский посох тоже закинул жезла ставлю ну вот щит 18 процентов блоках вроде бы все тюремная роба не хочу трогать тот шлем слишком дорогой лук короче для таких характеристик слишком дорогой сегодня изучаем город оставшую часть давайте сначала поговорим с нашим начинающим кузнецом белороном я надеюсь он не сильно расстроиться что и им воспользовались частности джейн так сказать ты вернулся ну давай рассказывай ты блистательно выполнил мое поручение я да я как раз хотел об этом поговорить виллрон мне кажется джейн не будет пить это зелье она не хочет покидать свет с тобой что ты имеешь ввиду почему бы ей не хотеть покинуть свет со мной она не готова к серьезным отношениям я поговорил же на сказал что очень ценит тебя и время которое вы провели вместе но пока она не готова ответить и взаимностью попросила мне передать ей очень жаль что она вела тебя в заблуждение что за это наверное какой дается моя джей никогда бы так просто не сдалась нет не может быть мы не должны позволить ему манипулировать мой дорогой джей поехали со мной войну мы как раз навсегда освободим джейн от гнета этого тирана подожди виллрон пройдем что-то натворить остановись и подумай ты знаком с этой девушкой две недели верно и да вы провели вместе один романтический вечер вечер но на этом все что ты вообще не знаешь что что ты хочешь сказать я хочу сказать что ты может быть влюбился в идеальную джейн а не в настоящую но нет нет не может этого быть или может это твоя решимость бескорожит это нормально не вини себя мы все очень пылки когда влюбляемся в первый раз но нет нет это не конец вот как работает любовь да вот о чем говорят поэт и поэт министрели хотя может быть твоих словах и есть доли если может быть я перевозбудился ох проклятие почему же я этого не увидел я будь она проклята поверьте могу что со мной это произошло вообще-то есть это хочешь перевернуть страница начать снова листа у меня есть для тебя предложение моим людям в молондире нужен эльпийский кузнец можешь пойти со мной и забыть обо всем молондир древний город создателей да мы нашли его это долгая история но я расскажу тебе все необходимы по пути и мы тебе заплатим я я не знаю я же не могу просто так оставить свою кузницу другой стороны здесь все напоминает мне о ней это же не навсегда оставайтесь с нами пока мы не выполним свою миссию ну ладно убедил позови мне только собрать вещи встретимся у границы и еще раз спасибо за то что сказал правду ну мы его не потеряли уже хорошо ну и речь-то задвинул просто здравый смысл эльфика чтобы эльфийка мне об этом говорила да не вы так короче дело было к ночь чё я хотел доспехи в глянуть ну-ка дворф можно смотри чуть-чуть у него первый доспех из грима а это старомодный бинт вальский доспех причем защита на 5 ну там на 10 а тут на 5 лучше эффективно защита с низкими требованиями характеристикам берем так хорошо тут еще шлем какой-то интересный ну да ладно тут же больше не может он использовать верно нет это единственное что он может одеть надеть давай тогда старье продадим это продам чуть можно продать так мне же надо так сумма снижается ведь правильно чтобы я сразу понимал что к чему простой короткий лук продадим клеймер простой продадим простой боевой топор 144 стал странно нет оставлю пока так 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 шлемы с 5 защиты есть эти счеты с четверочкой только не вижу смысла от них доспех или 0 стоит талант пускай санте все равно 0 стоит толку нет кольчугу можно вот эту продать 25 12 она не о чем дальше пошли 4 600 почти хватает вот эти два шлема тогда все нет не все еще не хватает так продадим тогда паучий хитин две штучки клыки в отлично сейчас я еще даже могу его первый доспех нами продать но не факт а где доспех вот он а разница имеет разница не имеет просто показатели лучше он смотреть видишь от осадного урона хорош защита от магии танк короче преобразуется прям в реального танка двуручные полиции все такое я так и не понимаю в чем прикол этого оружия двуручная двуручная ну-ка подожди может у тебя есть еще что-нибудь так зимний жезл нет не то вот этого урон больше 3000 здесь еще меньше урона вот здесь тоже нормально 38 не понимаю прикола как это работает одноручная полица 38 200 200 а я кажется понимаю в чем прикол типа скорость атаки поэтому сколько урон в секунду понял вот здесь есть шанс крита урон меньше здесь что-то шанс крита подожди а 129 132 135 138 этот лучше големом урон больше наносит три тысячи монет опять же где брать деньги одну книжку могу продать и все ни о чем первый доспех из грима не для передачи то есть нельзя его продать гоблин головорез если здоровье выше 12 процентов усиливается давай продадим драконоиды еще какие то есть прикинь вот этот молот здесь два лука есть одинаковых их тоже продам так щит картот оставлю на память как реликвии выглядит так это тоже продать нафига у меня тут доспех за 1000 монет показатели хорошие 9 выносу из прикинь так сколько денег то 200 монет осталось 200 монет всего лишь да смотри-ка ну давай 209 140 о шкура косу дорого стоит прикинь люто волк ну вот одну шкуру медведи все одеваем значит был такой топор стала такая горгалыга урона больше шанс крыта больше големом увеличенный этот увеличенный урон ладно при одели одного двоих точнее при одели поэтому шлем не могу никакой напялить абсолютно никакой а так бы напялил если честно главного героя тоже пока не могу при одеть концентрацию дает мой красный капюшон магические доспехи они всегда давали это точно лавка не для магов только для воинов магические костюмы они не не дают таких вот прям конкретных усилений сведенный судьбой ну-ка ухты талисман проворства этот есть уже талисман непоколебимость иммунитет к отбрасыванию назад ближний бой снижает количество урона или деньги взять хорошие так сказать а он действует на всех или чё нет ни на всех только на того кто носит на ближний бой дешевле получается здесь где-то писался да это ближний бой все пару секунд чтобы мне проще было наведусь так ближний бой ближний бой ближний бой ближний бой где нет это не ближний бой ну короче вот эти три все равно использую поэтому мне обязательно надо использовать на ближний бой значит им от магии снизится зато стоимость теперь зарядка нормалек так где-то ты здесь все защита от магии херово ну ладно поехали чуть чуть еще есть интересного в этом квартале что там такое там чё-то написано смотри вон там пишешь по-любому это пасхалка для игроков чего они там делать здесь станете заебали тетя тетя для них я не вижу так одного нет ни одного сдавая их убрать тест но норм тест норм прикольничаю нашел айси вот так сделать ладно не знай не знаю что это но очень интересно поехали следующие части города осмотрим на стен тут нельзя забираться к сожалению как я понял торгует что-то лежит красота всесвета так едва лошадка вытянула свою повозку за поворот как на горизонте показался город всесвет несмотря на то что искандер разрушен войной свободный город стоит гордо словно маяк безопасной гавани один такой вид этих стен поднимает настроение после долгой дороги когда проходит через главный ворот и перед тобой сразу открывается весь город словно кружка пролитая на скатертизм перемещение по ветряным улицам как прогулка по воспоминаниям знакомым и приятным и все же несколько таинственным обожаю смотреть на тесно ютящиеся домики и думать о том сколько же людей называет это место своим домом рынок всесвета же сам по себе удивительное зрелище прилавки заставлены самыми разными товарами стоят вдоль и без того тесных улочек через несколько домов начинаются доки пожалуй самая жуткая часть города пение птиц и крики торговцев нахваливающих свои товары разбавляющиеся разбавляется густым смрадом с местной канализацией одно из лучших мест в городе небольшой фонтан сразу у стен цитадели здесь под тихое журчание воды можно отвлечься от какафонии рыночных улиц усталый путник может присесть и отдохнуть глядя на мощные каменные стены а мощные каменные стены и проблески зданий за ними сколько раз сидел у этого фонтана наслаждаясь чудесами этого города он может поспорить даже с грейфеллом ведь несмотря на небольшие размеры все свет все еще не зависим от короны которая никак не дает ему покоя если бы не опасные земли окружающий все свет он вполне мог бы стать величайшим городом нортандера ух ты вот это кольцо интеллект и сила воли ебать автоматические атаки наносят урон типа священный так здоровье призыв пожирательницы круговой удар это точно не по мне концентрация так град леденящий град ледяной буран у меня вроде есть град да и что еще тут стихийные чары есть ну да это множитель силы для способности град леденящий град множитель силы для способности леденящий град леденящий град ледяной буран все чего могу их этот его я могу их эволюционировать а леденящий град вот типа замедление еще в нем появляется вот чем прикол до замедление появляется а все остальное также кстати замедление надо 30 процент почти нормально понял значит вот три раза можно улучшить так священный щит три раза рикошет три раза не она в принципе вот это нормально леденящий град тоже было бы неплохо стихийная магия стоп там же кольцо до кольцо дыхание природ дыхание стихий дыхание богов множитель сил спасом сети то есть я могу в этот кольцо снять да одеть вон то кольцо и у меня будет усиление на стихию конкретно чем говорит хрен пойми так 200 чем-то 2000 с чем-то надо ой опять деньги искать да ё-моё здесь знаем какой-нибудь этот продам что мне было проще заработать эти деньги шанс блока даже есть только зачем он мне да продам короче почти одинаково короче до 1000 еще монет надо 1000 чтобы продать ай чё такое вот это конечно одинаковый нет странно они не складываются вместе ну давай продадим тогда пять вот этих пять вот этих пять вот этих девятьсот пять вот этих 700 блять вот эти настойки я же какие-то не собирать пить стягивание не мото можно продать огневую склянку точно не будут продавать ладно черт с тобой продам шлем и осталось еще 76 76 давай тогда опять же вот по одному сейчас скидаю сколько получится 444 вот давай так диану вот она все он хороший стал ну как усиленный это что такое концентрация а это защита от магии но тоже неплохо да и давай еще здоровье повысим всю серию их усиливаю так то все они усилены у всех разные брошки чисто первый герой на стихийной магии а ты че продаешь духи из лаванды гордость парфюмерной лавки кастора во всесвете артефакт бесконечный кстати прикинь и так дорого стоит жар крапива часть ледяного голема нифига он что продает какие какие предметы интересные так это у нас порт я могу сюда подняться как я понял да опа показался это я смотрю на наличие есть ли тут что-то интересное а пока нихрена ничего не вижу хорошо доставай пошли сюда сходим горы мост как платина получается у еще одна каравелла если открывала конечно похож да а ты кто а еще один паромщик понял он тоже что ли на остров ведет этих ладно хорошо и наверх здесь наверно ничего нету если я не ошибаюсь да пока ничего не вижу вот здесь можно обойти прикинь до самого конца обойти можно так идите забирайте могут могут да блин топать так далеко но не понял а вы куда вы отсюда а ну да отсюда идут а здесь что нить есть а вот и этот а нет это стражник бургомистр короче говоря вот к бургомистр ну и чё там лежит люди передовой пост снижение стоимости навсегда снижает стоимость соответствующего здания ага это кстати лучше сразу использовать чтобы когда начинаешь строить что-то было видно что этот стоимость снизилась так отсюда же можно было зайти да нифига себе бургомистр я потом зайду я еще тут не осмотрел так на рынке в принципе наверно все да как много людей глаза разбегаются просто но это даже с одной стороны здорово живой город везде хорошо всегда хорошо экономика быстро этот обновляется так сначала сюда рогезия задание дает я ее не заметил сорян эй ты эй солдат найдется пару минут чем я создал солдат принимать я же в костюме и мака алло да в чем дело мне нужна твоя помощь чего ты взял что вы пришли типовый что случилось кто ты рогезия рогезия тоннер у меня небольшая ферма прямо у городской стены работаю там с мужем дело в том что он заболел колики у него и лихорадка и все с тех пор как он сходил в эту прокатую деревню как бы то ни было скоро убирать урожай и я одна не справлюсь если мой джорджи будет весь день валяться в постели а если будет точнее что за деревня какая-то дыра на землях дома леонидар леонид леонид кажется так что ж тогда вряд ли тебе стоит разговаривать со мной в городе наверняка должен быть знахар ой да ладно ты что доверяешь этим мошенникам один мой друг однажды пошел к такому с порезом на ноге а вернулся без ноги можешь себе представить просто так режут людям конечности направо и налево я не позволю им вредить ногу моего моему джорджи ну тогда просто подожди я не понимаю чем тебе еще помочь ну в этом городе в этом то и все дело неделю назад в нашем городе был святой франк всемирно известный странствующий целитель он дал мне таинственный тайный рецепт который помогает от всех желудочных хворей а я первый человек во всем королевстве которому позволено приготовить священный декокт сам свой он так называемых называемых знахарей ничего похожего в их котонках и рядом не лежит проблема в том что у меня по горло дел на ферме джорджи болеет и мне самой попросту некогда искать ингредиенты ты хочешь что мы нашли и ты хочешь чтобы мы их нашли да именно мы конечно же в долгу не останемся у нас есть излишки овощей и зерна и мы сразу с вами поделимся только овощи не знаю сколько насколько нам нужны излишки овощей ну я нынче в богатствах не купаюсь так что боюсь вряд ли могу предложить что-то еще должен сказать что ты немного разочаровал на вид то ты честный солдата вовсе не машине которые пытаются нагреться на беде говорящей жены но блин извини меня а я чё сделал с этими овощами буду торговать ими мне-то незачем честная сделка ладно давай помогу посмотри что можно дашь меня список необходимых ингредиентов а ну конечно я его уже составила спасибо друг пусть она наградит тебя за твою доброту а теперь эти позвонишь мне нужно вернуться на ферму пора сменить джорджи холодный компресс хорошо где твоя ферма куда мне идти когда все найдут прямо южной стены городской стены мим не пройдешь благословите тиара солдатик ты делаешь доброе дело доброе дело как креативно в день по-доброму делу из темных прогулей шуми ничего заебали вы болтать про себя без предупреждения говорите мне когда вы болтаете чтобы я был готов так ты а я у тебя был да я у тебя был эльфа я прогнать не могу там я был в этой части был пошли сюда тогда бургомистр 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 сюда могу пройти почти виде город осмотрел ну точнее большую половину точно вторую половину пошли блях и этот половина серии прошла я в шоке а тут еще два здания в этой части есть города блин кварталы такие узкие жесть просто я надеюсь мне не придется сюда топать в следующий раз но тут не зря наверно вот эти камни стоят дорожные опа опа так вот это вот вот это хорошо это конечно или ну конечно да так отлично кое-что мы все-таки собрали осна можно пройти просто интересно там наверно выхода нет да пауки здорово твари так отлично огонь стражник побежал помогать прикинь и и спасибо стражники так все больше ничего нет так я тарантовала расплавил кожу тела опознать совершенно невозможно вот еще один камень все здесь тупик чистокол нашел тут кто-то пойман серьезно опах кто-то был а сюда нельзя зайти может он потом как-нибудь откроет нам все попробую этот подсветить не нифига один раз появился исчез зараза какая ладно пошли город изучать то когда еще будет время то горы пошли высокие опа опа что-то место знакомое да 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 типа это подарок герою кто стремится к знаниям что-то там а дневник охотника за сокровищами вот три а это вообще другой декоративный меч требуется декоративный доспех юма еще одна загадка так за годы я собирал множество сокровищ покупал выменивал крал ни одной из них однако не сравнится с даром великанов все началось со сплетен и пьяного спора для меня это дело обычное но на этот раз было странное ощущение я знал что владельца верно что-то от меня утаил все но все же я отправился на поиски если честно по крайней мере мне так кажется я был слишком пьян чтобы что-то запомнить основная работа досталась орели красивой глупенькой орели слухи привели нас к старому склепу великанов доспех был защищен множество древних ловушек орела одержала вверх над всеми ними над всеми ними а затем она предала меня я допустил промашку чем красивее дочь хозяина таверни тем хрит и хритомут не блять и хитро умнее и козни я отвлекся задумался о том как изменить изменить моя жизнь не совершил величайшую плошность теперь теперь я понимаю она хотел заполучить доспех хоть и отказывалась это признать она использовала меня как я впрочем использовал ее пришлось и убить что я так что я при этом чувствовал так даже что я при этом чувствовал уже не так важно в конце концов дело того стоило моих руках величайший доспех среди всех что я видел надев его чувствуешь себя великанов чувствуешь прилив невиданной силы за него любой король расстанется со своей сокровищницы но я не продам его никогда пусть когда нибудь новый искатель сокровищ услышит рассказы о герое конрусе и да и даре великанов значит нам надо искать конруса ясно понятно 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 так здесь есть торговать нет торговцы нет болен да тут улица то глубже то глубже идут жаль нельзя сменить режим игры как в этом во второй и в первой части типа колесико нажимаешь или камеру полностью прокручиваешь у тебя управление персонажа идет чисто бегаешь им а если я за стеной обидцать пауки мил вид ай че такое тайный выход что ли не понял нет это не выход может это спуск вниз интересно так а вот и беженцы кстати наши старые знакомые по-любому где я я здесь а это кто а это хагард хагард ты от меня хочешь мы должны защищать его и только ты справишься с этим делаешь не в моем малютке просто не делай этого я был я очень хотел вам помочь господа но у меня связаны руки я не могу позволить себе работать бесплатно отлично я поняла все эти разговоры это про спектакль да ты делаешь это за деньги дело не чтоб ты загнил в когтях у нора хагард ясно все случилось о чем был спором чего она хотела тебя а ты про это да не о чем просто один доспех baby boy для ее малютки я будь она проклята кто ты похож на военного но герба не носишь я бывший военный ветеран ну ладно надеюсь я об этом не пожалею что-то не подсказывает что вы добрые люди я помогаю кое-кому магом как не летал не для кого секрет что это культ праведный свет жаждет крови да да здесь мы все свете все не так плохо как в грейф или но ненависти и тут хватает всего за две луны назад похитили молодую колдунью тело которые через два дня нашли в реке нужно витать в облаках чтобы не замечать как все печально поэтому я решил помочь я прожила во всесвете всю жизнь не знаю тут каждую красную нору и каждый переулок я самая профессия позволяет мне входить и выходить из города не вызывая подозрения кажется я понял к чему ты видишь ты тихоря вывозишь вывозишь из города магов да это я и делаю а маги сами не справиться теоретически справиться все свет свободный город повсюду мага ненавистники в том числе среди сразу и разведчиков и если кто-то узнает что они уходят в общем да за стенами они становятся законной добычей так что уход переходится тщательно спланировать так это благородное дело и не говорит так должен поступать каждый верный слуга тиары это же маг быть я магом я давно сбежал из этого города но я не маг мне просто нравится думать о себе как о человеке который не стоит на стороне не стать стороне глядя на то как праведный свет творит свои бесчинства у по где-то драки кого-то бьют странно или мне показалось так где мы упах упа бандит в городе ебануться а как это так как до дошло что бандит в городе ходит безнаказанно причем не один вот еще один головорез это на им переулок такой опасный стражника убили только что видимо ладно хорошо так где мы так чего хотела это женщины кажется нами спокол за своего сына да это печальная история не мальчик обладает даром об этом узнали соседи и теперь она трешь что вполне естественно дело в том что у меня нет денег транспортировка стоит дорого нужно купить лошадей заплатить паромщику дать на лапу стражу она хочет чтобы я помог ей бесплатно и я бы с радостью но умею хватать денег даже на содержание кузнецы там уже после исчезновать исчезновение тех двух братьев остальные магии с неохотой обращаются ко мне за помощью каких еще брать я не знаю я не уверен что нам стоит продолжить этот разговор я и так уже достаточно болтал может быть послужим помочь вы но я не знаю но я не знаю даже или ну не придуривайся мы же тоже маги если бы ты хотел если бы мы хотели сдать тебя давно бы это сделал пожалуй это так тогда расскажу в двух словах 5 дней назад в обратного бумага объявили все меня кузнецы и попросили вывести их из города они заплатили заранее я все подготовил но в ту ночь на которую был назначен побег они просто не пришли странно да но вообще-то мне кажется я знаю что произошел святой частичек как он себя называет полагаю он из праведного света вообще-то нет по крайней мере мне об этом неизвестно у него есть прислужники но обычно он работает один кто он и что он делает нечто вроде дружинника я понятия не имею зачем он занимается тем чем занимается но он и его люди хватает магов и целыми днями их мучают а когда они ломаются окончательно он их ослепляет убивает выбрасывает их тела на всеобщее обозрение дожди эллен кажется ты много про него знаешь откуда про него все во все свете знают всего неделю назад нашли очередное обезображенное тело дело в том что он убивает акумагу так что стражу его разыскивает без особого энтузиазма и ты думаешь что это он забрал тех двоих клиентов двоих клиентов да они говорили что за ними кто-то охотиться и все сходится если бы это было просто шайка грабителя их тела бы давно нашли сколько времени у них остался как я говорил пропали они пять дней назад частичек убивает их убивает на седьмой день так что все довольно печально мы найдем их есть мысль куда числещик мог их забрать подожди ты это человек опасен ты же это понимаешь верно иначе бы иначе я и сам бы что-нибудь предпринял мы и сами можем поставить за себя поверь мне ну мне не очень нравится ну ладно это не нравится я провел небольшой расследование как мне пускал один путник человек который соответствует сами чувствительщика видели в лагере на крайне всесвета рассказал стражи про этого пути нет потому что и как я уже говорил многие его все светит симпатизируют ему в том числе и стражники если бы я им рассказала невероятно предупредили бы его и посоветовали переехать проклятие неужели все и впрямь так все и прям так печально может может и нет но я не могу позвольте рисковать лучше знать где прячется волк ладно посмотрю что можно сделать и спасибо за то что ты делаешь ну вообще-то это вы хотите разделаться с этим психопатом братья которых вы ищете высокого роста с темными волосами карими и глазами им около 30 они близнецы так что вы без проблем найдете я буду ждать здесь я кажется знаю где он вот здесь в этом чисто коле ой дверь открыть и два дня осталось на чудом по времени минут один съесть давай пока остатки города изучим пройдемся так сказать по оставшейся части как раз от бандитов надо избавиться цветочечек какой кошмар мы с ним разделаемся согласен такую оставлять живых нельзя если маг это не значит что плохой сейчас такие закричат святой идет святой он нас пас и я бы херил и честно есть бои не закричали святой упак скрытный мужчина и еще один скрытный мужчина как интересно ладно так здесь ничего стражники зависли на месте я стихо тоже нельзя попался слабость так убить убить вот и все отчасти бандитов избавились так пошли дальше труп стражника пропал значит все таки стражнику убивали эти козлы стражников точнее чуть за угол такой интересный непонятный на стенах тоже ничего да нет ничего нет вот ну все я почти весь этот все свет прошел осмотрел осталось то вот эта вот часть ну два сундука здесь ничего нет вроде ничего ну давай и грохнем этого бандита дикаря козла короче я и в городе больше не останется это и не так атакуем убит так вот записка 37 я понял понял как это расшифровывается смотри первое число это один третье число это 7 хорошо а сколько этих чисел всего должно быть арбалет так ну давай теперь остался только порт все света а че такое женщина а который не помогли что для женщина понял значит я помогу канализации еще не был на это следующей серии паромщик ты чуть новой скажешь а в чем дело а все номер они одинаковы короче братья деды близнецы тут все да да весь город осмотрели пошли с дамочкой поговорим и магическим ребенком я могу их молондир забрать принципе блин молондир в принципе тоже небезопасными но там никого не осталось проход охранять чисто голем один кстати как они пройдут голема соберите все ингредиенты все ингредиенты чеснок лыки волосы мешки с ядом жар крапиву 5 штук нифига себе тут списочек мне выдали смотри жар крапиву можно купить мешки с ядом только с пауков найти но я не накоплю столько на этой локации здесь нет столько пауков волосы какие-то найти чеснок еще прикинь добыть так женщина женщина вот она она ушла да я вас знаю а попросить локон волос женщины простит приветствую моя госпожа не найдется ли у вас свободные минутки я бы хотел обсудить с вами неотложное дело мы это серьезно да помоги нам и конечно я всегда рада оказать помощь своему королевству я могу помочь тебе солдат невозможно не заметить вашу помрачительную красоту нет давай ка лучше этот сделаем лестью но даже не знаю такой закаленный в боях даже такое закаленный в боях ветеран как я не может не заметить вашу утром уму помрачительную красоту многие годы я проливал кровь за родину королевы но сражение изменили меня мысли о бессмысленности моих жертв пошатнули моя решимость битва дело чести но достаточно ли одной чести чтобы в жизни была цель но нет увы нам всем нужно что-то за что мы будем сражаться за что к чему что-то к чему вернемся оставь позади его ужасы войны в темные времена особенно легко потерять себя не имея лучика надежды вы прекрасная госпожа молочек нет поймите меня правильно я лишь солдат я никогда не стремился к тому что вы обрести любовь на всю жизнь но ваша красота госпожа напоминает что в мире есть вещи которые 100 за который стоит сражаться я не знаю что сказать не говорится ничего прекрасно я вынимаю что моя стресс не знает границ все чем я спрошу это локон ваших злотых волос на память и был бы счастлив если бы он был бы у меня когда я отправляюсь на битву проливая кровь за свою страну за свою честь и за красоту этого мира я понимаю да разумеется достойный слова кто и такая что отказать что неотложной просьбе в конце концов это это такие это такие как ты берегут нас простых людей верно мы лишь делаем то что должны благородство вот берите вы будем ли мы чаще видеть во всесвете возможно возможно что и нет но я сделаю все что моих сил чтобы видеться с вами по мере возможности прощайте прекрасная госпожа расставила хорошо так давай сделаем вид что это никогда не было хорошо давайте не понравилось лезть а так бы мне волосы хрен бы дали мне кажется я в этом уверен прям конкретно так где там карта ну да да мы все обошли вот здесь только чудовище поубивать пойдемте освободим братьев и закончим серию на этом да да где мы вот мы поехали вот сюда сохранится надо но это было круто мне понравилось все-таки фальку хорош в этих словечках прям ого я пока этот статью посмотрю как же быстро вы добежали ладно еще раз хранить что далеко не верить частильщик будем надеюсь что врать еще еще живы а вот и частичек а это к стыке йозеф и хоук то есть они если ой ты куда пошла на них напасть пока нельзя это близнецы проклятие я знаю что ты здесь что тебе нужно и следи за языком ты слепой да чистильщик слепой это ты цвета чистильщик так назвал меня они да полагаю вы пришли из-за близнецов они мертвы они не прошли моих испытаний думаю йозеф бросил их в ту клетку если вдруг вы захотите убедиться лично проклятие так ты убиваешь во имя праведного света праведного света нет я убиваю ради чистоты я почти ничего не знаю про рондор или кайна и его слух и это неважно потому что скоро мое время в этом мире истечет о чем ты я все уже сказал а у нер никогда не планировал для меня долгой жизни он избрал меня для этой задачи я очистил уже 40 человек 47 человек и столько же лет моя оболочка провела в этом мире проклятие что ты имеешь в виду я слеп от рождения цвета формы радостью цвета формы радости жизни я их не вижу долгие годы я считал свою слепоту проклятье я ненавидел хранителей ненавидел праотца ненавидел твою мать за то что дала мне жить но всего год назад про отец заговорил со мной я наконец-то его понял кажется в наши дни он с кем только не говорил не говорит так ладно и что ты понял что нужно что нужно выкалывать людям глаза есть да я понял что дефекты вроде моей слепоты это не проклятие это наказание видишь ли моя мать была шлюхой она была испорченной грязной грешной и бросил меня сразу же после рождения я выжил чудом моя кара результат порочность и моей матери ими хоть сказать ты слеп потому что я мать была шлюхой с да с каждым дефектом тоже самое в том числе они напоминают нам о грехах наших отцов и матерей и братец предложил мне сделку единственный способ спасти дефектных это очистить их очистить так как я как делаю это я через боль страдания и наконец смерть если я чищу 47 грешников а сколько лет я прожил в этом мире я смогу очиститься и сам делать с собой тоже что и сделал с ними да мое тело это все больше инструменты и знакомились и когда он сделать свое дело он будет уничтожен я не понимаю если все сказанное правда зачем убивать детей они самих грешников это не это же не их вина что они родились такими как ты наивен не знакомец глаза хаунира нет никакой вины да и люди не сами выбирали какими им быть но это не меняет их природу пес не виноват в том что он кусается но его нужно уничтожить зачем ты выкалываешь глаза с жертвам почему аунир хочет это это моя метка аунир выбрал меня для их освобождение я наношу им тот же дефект что отличается от меня это же логично ну не совсем ладно ты больше не будешь убивать это окончится здесь и сейчас я так и задумывал самого начала келдом джозеф холк убейте их лапасть а так отлично отлично лечение магия добивай а у хорош кстати держится бодрячком ты челик заколебал меня атаковать только все добили вот next чистильщик мертв ладно по крайней мере мы остановили его благодарю всех кто смотрел это видео ставьте лайк если кому-то оно понравилось пишите свои комментарии подписывайтесь на канал если впервые тут продолжим следующий раз осталось в принципе чё изучить монстров убить сейчас та же часть с север-юг запутался с восточной стороны все света осмотреть и юг все света где цитадель все суть да с вами был дэрил виндер всем пока а а а а Субтитры создавал DimaTorzok